Человек, который вложил свою душу, всю энергию, все свои знания, имеет три высших образования, в реализацию технологий струнного транспорта. Раньше это называлось СТЮ, струнный транспорт индийского, сейчас – SkyWay. Мы рассказывали подробную историю, потому что нечего особо было говорить. Мы в 2014-2015 году говорили о том, что у нас вот-вот скоро начнется какое-то движение, те инвестиции, которые делали люди на выгодных условиях, то есть сегодня и тогда, в 2014 году, и сегодня любой человек мог стать совладельцем пакета долей компании, которыми, скажем так, делится генеральный конструктор технологий Анатолий Дарович Минский, он же является президентом группы компании SkyWay и он же сегодня является генеральным директором предприятия струнной технологии, который находится в городе Минске, и задача того предприятия непосредственно – это как раз-таки реализация технологий. Там работают конструкторы, которых, например, в начале 2014 года не было ни одного, кроме Анатолия Даровича Минского. И сегодня коллектив порядка более 150 человек трудится на реализации технологий, на демонстрации данного вида транспорта и так далее. То есть мы посвящали много времени истории. Мы практически все вебинары, которые нашли презентации, мы рассказывали о том, как это было, о том, как выглядят документы, которые были когда-то подписаны целым рядом государственных предприятий, структур, институтов, касаемых отношений, которые имеют отношение к транспортной сфере, к науке, технике, какие-то административные структуры. То есть изобретения Анатолия Даровича Минского, которые были сделаны на протяжении всех работ во время разработки внедрения технологий, а их более 140 на сегодняшний день. На данном слайде вы видите адрес сайта, на который можно зайти и посмотреть большой-большой объем информации, касаемый технической стороны, связанной с технологией, по-другому формулы, если вам это интересно, видеоматериалы непосредственно, два фильма по натуре Даровича Минского, есть видеоматериалы из новостных передач, центральных телеканалов, есть записи передач, которые были на центральных и на региональных телевизионных каналах, где рассказывалось о технологии струнного транспорта. Все это можно найти. Но это, как мы говорим, это было. Мы подробно знакомили людей, долго рассказывали по каждому преимуществу данной технологии, показывали ролик «Транснет», в котором за две минуты рассказывается, что из себя представляет данная технология, что это транспорт второго уровня, то, что огромное количество преимуществ есть по отношению к тем транспортным системам, что мы используем в повседневной жизни. Это железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, это воздушный транспорт и водный, речной и морской. То есть все эти транспортные системы уже давно используются в нашей с вами жизни. И вот как раз таки чиновникам, которые относятся к миру транспорта, очень сложно что-то придумать новое. Представить себе, что что-то может быть необычное, что, скажем так, как-то так, не железнодорожный транспорт, не автомобильный, не самолеты. То есть к инновациям сегодня относятся таким образом, что придумали какой-то бортовой компьютер более лучше, может быть подогрев сиденья, может быть что-то еще. То есть это уже считается инновацией. Сейчас как раз таки проходит выставка, о которой я говорил транспорт. То есть были проведены испытания в свое время на подмосковном полигоне в городе Озера. То есть отработан целый ряд методик. Показан данный вид транспорта, транспорта целого ряда международных делегаций. То есть целый ряд государственных структур, которые имеют отношение к транспорту, давали свои экспертные заключения. Вот здесь краткий перечень есть. Гострой России, Министерство экономики и транспорта в Петербурге, госинтересные сообщения. Организация обменных наций дважды выделяла денежные средства на развитие и внедрение данной технологии, на разработку ее. Потому что вы видели перспективу. Да, данный транспорт, вы видели преимущество его. Он высокоэкологичен, он имеет высочайшую степень безопасности, высокую информатизацию, не приносит никакого вреда, скажем так, окружающей среде. То есть в тех местах, где он будет строиться, скажем, дети и животные, которые там жили, они спокойно совершенно смогут пребывать в реолю своего обитания, то есть никак он это не отправится. Никак не меняется экология почв, потому что в сравнении, например, с высокоскоростными железными дорогами, с автомобилями, где приходится возводить, скажем так, большие насыпи, перемещать большое количество земли, перерезать какие-то мелкие ручейки, речушки и так далее, направлять в другую сторону, это все очень плохо отражается на экологии тех мест, где строятся дороги. Данные дороги как раз таки не будут придеть совсем, потому что они уже подняты на земле, не нужно, скажем так, возводить этих насыпей, низконапорной плотины, как говорит Анатолий Дарвич, никак не нарушается гидрология мест, где будут строиться дороги. Мало того, большой температурный перепад от минус 70 до плюс 70 будет выноситься сама эстакада, и транспорт будет двигаться, скажем так, по скорости до 600 км в час, мы с вами говорили, комфортно. Мягкое, плавное, скажем так, ускорение при старте, при развитии скорости, при торможении и прочее, прочее. То есть много чего по отношению к другим технологиям, которые мы имеем в жизни, большое-большое количество плюсов. Одно хочу сказать, что, скажем так, долгое время надеясь на то, что будет государственное финансирование, да, либо найдутся люди, которые смогут уделить большую сумму денег в развитии данной технологии, Анатолий Дарвич проводил различные переговоры, демонстрировал технологии на различных международных форумах, выставках, касаемых тематики транспорта, в первую очередь. Да, были получены многие, скажем так, награды, премии, призы, первые места, золотые медали, кубки. Все это было вручено Анатолию Дарвичу Юницкину. Единственное, скажем так, итогом этого всего, как правило, ни к чему это не приводило. Было принято решение в 2013 году оценить технологии. Этим занимались люди, которые имеют на эту лицензию в Европе, европейские агентства и компании, оценили, скажем так, все то, что Юницкий на тот момент наработал в своей жизни, да, и ноу-хау, которые были. То есть если они сказали, что все, что говорит изобретатель из правды, то стоимость данной технологии свыше 400 миллиардов долларов США. И было принято решение привлекать инвестиции от физических рейдов посредством схемы краудинвестинга. То есть позволить обычным людям стать совладельцем перспективной транспортной технологии, это выгодно почему? Потому что транспортный рынок имеет очень большую денежную емкость, да, она может быть даже сегодня больше, чем емкость рынка IT-технологий. То есть там, где мы сегодня с вами, скажем так, довольно спокойно многие себя чувствуют, это всякие устройства, это интернет, это программы и так далее, и так далее. То есть практически высокие информационные технологии, IT-технологии прочно вошли в нашу с вами жизнь, практически во всех первых деятельностях они сегодня присутствуют, и там крутятся миллиарды долларов. То есть существует огромное количество компаний, которые пишут программное обеспечение, которые выпускают какие-то устройства для того, чтобы работали на этих программах, и так далее, и так далее. Но транспорт, по сути дела, затрагивает на сегодняшний день практически жизнь, наверное, 95% людей, проживающих на планете Земля. Кто-то чаще им поясу, кто-то реже. И в этой сфере крутятся миллиарды и триллионы долларов, потому что существует огромное количество транспортных компаний, да, компаний, которые занимаются перевозками грузов, перевозками людей, производством транспортных средств, обслуживанием и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И они есть в направлении авиации, автомобильного транспорта, железных дорог, водного транспорта, да, то есть есть инновации в различных этих транспортных системах, которые я перечисляю, то есть более экономичные автомобили появляются, меньше выброс в атмосферу и многое-многое другое. Технология же, о которой мы с вами говорим, она в корне отличается от всего того, что мы перечисляем. Это то, что нигде никогда не было применено, и, как вот заявляет Анатолий Дарыч Юницкий, все те люди, которые станут владельцами пакета долей компании, начиная с января 2014 года, когда было сделано первой инфекции, и сегодня пока еще это возможно, да. Они на выходе будут иметь в дальнейшем, когда с долями компаний мы выйдем на мировые финансовые и инвестиционные рынки, да, то есть они превращаются в акции и по мере использования технологии в разных уголках земного шара, там где будут строиться и создаваться адресные проекты, в итоге, скажем так, компания, данная дорога, которая будет проявлена, когда данный адресный проект выйдет на прибыльность, да, то есть с прибыли компании будут выплачиваться дивиденды. Либо вы сможете продать часть долей компании во время, скажем так, выставленной мировой рынке инвестиционной нашей компании, да, либо все пакеты, это уже ваше право, и очень высокий уровень доходности. Поначалу, когда люди инвестировали в свои денежные средства в январе, это были там минимальные пакеты у нас стоили, точнее, уровень доходности было 250 раз ваши деньги умножали до 1500. Сейчас, на сегодняшний день, пока еще, мы находимся на седьмом этапе развития группы компаний Skyway с 13, с 14 до 17 год, да, уровень доходности от 36 раз до 350. То есть сегодня вы можете выбрать комфортный себе пакет, стать владельцем технологии и в дальнейшем получить серьезный уровень дохода либо продав пакет, либо, скажем так, получая дивиденды с разных уголков за Малыша. Проделал он большой объем работы. Вот. 14-й год, как я вам сказал, он шел больше как организационный, 15-й год стал переломным, потому что было куча таких вот ключевых моментов, переговоров в Дненных Арабских Эмиратах, выход в работу компании Skyway Capital в феврале, это распределение земельного участка площадью 36 гектар и закрепление его за компанией струбной технологии в июне месяце, да. Это первые изыскательские работы в июле на территории будущего экотехнопарка, сегодня это называется так, либо центр демонстрации сертификации Skyway. Далее это и присвоение международного конденсационного ценной бумаги, это было в сентябре, процедуру которой, как правило, проходят все компании, акции которых сегодня копируют международные биржи. Это и закладка нулевого километра, и приезд первой модели Родуха, на сегодняшний день являющегося директором компании Skyway Австралия, руководителем компании Skyway Австралии. Потом, в шестнадцатом году был целый ряд ключевых моментов, это признание технологии инновационной, что, скажем так, сыграло большую, наверное, положительную роль в нашей с вами жизни, потому что вот те самые скептики, те самые люди, которые долго затвердили, скажем так, вбивали окружение в голову, что мы занимаемся непонятно чем, прикрываясь такой-то технологией, просто, скажем так, собираем деньги с людьми и так далее, и так далее. Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию инновационной. За все те годы, которые инновационный, скажем так, разрабатывал данную технологию, это случилось. Далее, заседание рабочей группы экспертного совета признало эту технологию перспективной, и, скажем так, специальная группа, которая занимается импортозамещающими технологиями, видно на распоряжение, сотрудничать с нашей компанией, и в дальнейшем уже отрабатывать конкретные адресные проекты, в которых, кстати, на сегодняшний день уже достаточно большое количество предполагаемых проектов, где будут строиться дороги по технологии разработанной нитки. Это международные конференции, которые проходили в этом году, тоже, да, одна из них была в нитке, 23-24 апреля эко-фестиваль. Люди, приехавшие из разных уголков земного шара, более 20-ти стран, более 700 инвесторов, в твои глаза мы увидели, что происходит на территории эко-технопарка, поняли очередной раз, укрепились в мире в том, что они проинвестировали деньги, никуда они не делись, они идут прямо на реализацию на строительство тестовых участков на территории эко-технопарка. Далее, Ротхук приехал в день и месяце второй раз, это есть министр транспорта, да, вы еще сегодня презентацию видите, вот, привез с собой специалистов, другие компании, которые познакомились с технологией, да, несколько дней мы были на территории эко-технопарка, несколько дней мы были на территории конструкторских бюро, общались с Анатолием Дорочевым и Мистем, с нашими конструкторами, и после этого Ротхук опять же вместе с этими людьми отправился на австралийский континент и за, по сути дела, ну, короткий промежуток времени и 7 месяцев, да, провел большое количество ознакомительных презентаций в целом ряде, скажем городов и муниципалитетов, знакомых и государственную структуру, да, и людей мира бизнеса с технологией SkyWay. На целом ряде телевизионных каналов в Австралии выходили передачи, посвященные данной технологии. В большом количестве, скажем так, хрест массовой информации на сегодняшний день рассказывается за последние три-четыре месяцев технологии SkyWay. Это и территория СНГ, это и Европа, это Австралия. Буквально, вот мы когда-то говорили весной, в конце весны, после этого фестиваля, который проходил на территории Минск области, что РЖД-Партнер, да, то есть есть такое интернет-раграмм по российской железной дороге, вот рассказала, как раз на данном слайде здесь небольшая, да, рисуночек, который рассказывает о том, что есть такие технологии и так далее. Такой вот РЖД-Партнер вчера снова выпустил короткую статью, в которой говорили, что струны Ренси дотянулись до Берлина. Вчера только началось мероприятие, точнее, да. И уже информация, по сути дела, в структуре, которая где-то может быть себя считает конкурентом нашей технологии. Идет информация о том, что проходит выставка в Берлине, на ней представляется технология SkyWay. Я думаю, в ближайшие два-три-пять дней в целом ряде стран выйдет информация о том, что на территории Берлине, то есть на мероприятие, которое называется «Инотранс», которое проходит раз-два года и в этот раз так юбилейное мероприятие. Там более 2070 компаний представлены и так далее. У нас там большое количество инвесторов приехало в Берлин, которые будут присутствовать 23-го числа, 23-го сентября вечером на конференции, которая будет как бы подытоживать информацию о том, что было проделано «Инотрансе», с кем были такие встречи и так далее. Вот насколько мы сегодня владеем информацией о мероприятии где-то второй день, то есть нашу выставочную экспозицию посетили и представители компании «Симминг», причем руководство, и люди из «Дольче Банка», то есть «Дольче Банк» на территории Германии, не только Германии, а во многих странах мира занимаются инвестируемыми денежных средств для инфраструктурных транспортных проектов. Как заявил один из представителей из Республики Беларусь, что приглашен в МИД к Беларуси, скажем так, направлено приглашение, чтобы из посольства Беларуси люди пришли и посетили выставку. Она представлена тогда «Беларусской технологии». Одним из результатов того, что мы приглашены на «Инотранс» стало приглашение на мероприятие, которое называется «Транспорт и логистика 2016», которое будет проходить на территории Республики Беларусь в начале октября месяца. И там будет представлено, принято решение, что мы тоже будем им участвовать. И по всей видимости так и будет, потому что сегодня в новостках буквально появилась информация о том, что нам данное приглашение было окравлено. Сейчас у меня программка немножко прогрузится, я вам покажу это приглашение. буквально секунду еще. Так, идет загрузка программы. Так, коллеги, но у меня информация здесь на экране то, что пошла демонстрация рабочего стола. Видно мой рабочий стол? Поставьте плюсики, если да. Да, да. Тогда давайте я вам покажу следующую картинку. Это информация, то, что я вам говорил, с сайта RGDPartner, да, где написано о том, что струны SkyWay дотянулись и забрели. Вот наш Unibyte двухместный, да, который демонстрируется сейчас на выставке. Вызывает большого интереса у окружающих. Люди с удовольствием подходят, интересуются, присаживаются, смотрят. Вот это документ, который демонстрирует приглашение. Вот, видите, написано. Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь об участии в Белорусской транспортной неделе. Уважаемый Анатолий Эдуардович, в соответствии с таким-то распоряжением в городе Минск состоится Белорусская транспортная неделя, где сейчас международная специализированная выставка. Будут компании из девяти стран Австрия, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция. И первый заместитель министра, заместитель председателя комитета господин Авраменко. То есть, по сути дела, вот это вот все в последние несколько дней происходит. И раз уж мы дошли с вами до выставки на Транс, говорили про новости и так далее, я, наверное, хочу сделать следующее. Мы сейчас говорим больше о том, что происходит сейчас. Первое, наверное, на что хотелось бы обратить внимание, включить ролик, который как раз таки демонстрирует то, что у нас сейчас позиционируется на выставке, то, что мы сейчас показываем всем. Первые два дня – это специалисты, скажем так, мира транспорта, это бизнес-представители, это представители, скажем так, каких-то государственных структур из разных государств. Вот. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим пару коротких роликов, подальше перейдем к конвестиционным предложениям, о них поговорим тоже, скажем так, может быть, кратко сжато и в формате, наверное, полупожарного. Я включаю вам ролик и… Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Событие, которое многими воспринималось как фантастическое, все-таки свершилось. Мы с вами на открытии выставки «Инотранс-2016» в Берлине. Мы находимся на стенде SkyWay, на котором представлен наш подвижной состав, причем не модели, а промышленные образцы, которые по возвращении в Минск поступят в «Марину горку» для промышленных испытаний. Здесь же и самые лучшие специалисты и главный конструктор управления подвижного состава и заместитель директора по развитию Закрытого акционерного общества струнной технологии Виктор Бабурин и директор нашей всей нашей с вами огромной компании австралийской SkyWay Australia. Роб Хук, давайте его поприветствуем. Здравствуйте, SkyWay, из Австралии. Сейчас с вами здесь, в Берлине. Ну и попросим рассказать Виктора Бабурина, что же все-таки нас ожидает в ближайшие четыре дня. Всем добрый день, точнее доброе утро. Сейчас 9 утра примерно в городе Берлин. Значит, выставка «Инотранс» проходит в течение четырех дней. Первые два дня – это бизнес-дни, на которые приходят делегации, представители различных транспортных министерств различных стран. И следующие два дня – это выставка для посещения всеми людьми, гражданами, интересующимися новыми транспортными разработками. SkyWay будет представлен все четыре дня. Здесь будем отвечать на вопросы, рассказывать, показывать. Благо, у нас для этого есть все необходимое. С нами часть инженерной команды, те, которые принимали непосредственно участие в разработке подвижного состава. Так что, я думаю, что будет интересно, весело. Приходите, расскажем, покажем. Ну и что, в дополнение к нашему стандартному презентации нашей технологии, нашей компании перед всеми людьми – строй SkyWay, спасай планету! Итак, коллеги, это ролик о том, что наше предприятие, наша компания сегодня присутствует на транспортном форуме на транспортном форуме, господина Кереченко, который обычно рассказывает новости компании, да, Виктора Бабурина, который является замгенерального директора по развитию, и господина Рода Хука, то есть человека, который, как я вам сказал, предпринимает активную деятельность, предпринимает активные действия на территории австралийского континента. И, как говорилось в новостях, мне более там месяца назад, что к 16-му году планируется начать строительство дорог SkyWay, может быть, начало даже, типа, полигона, да, типа, небольших участков, на территории Австралии, причем, возможно, даже не в одном месте. Ну и, наверное, сейчас, чтобы закрепить информацию, касаемую Иннотрансу, хочу вам включить интервью господина Кереченко на Иннотрансе с Роддом. Здравствуйте, с вами Михаил Кереченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами на выставке в Берлине Иннотранс, и первое интервью для вас, такое уже более-менее развернутое, даст человек, которого не нужно представлять, Родд Хук, директор нашей австралийской компании. Hello, Rod. Michael, lovely to see you again, and isn't it exciting being here in Berlin? Родд Хук говорит, что очень волнительное событие, быть вместе с нами и с вами, естественно, в Берлине. Rod, how do you like the first day of the exhibition? Well, I think it's mind-blowing, actually. So many people, 2700 exhibitors, there are so many people out there trying to sell products. I've been to the opening ceremony. They're talking about the need to be innovative, be environmentally friendly, be energy efficient, all the things that Skyway is. So to then come to the stand here, and I have seen the slender beam structure, to now see some of the rolling stock being unveiled is particularly exciting. This would go very well in our country. I asked Rod. How do you feel at the first day of the exhibition? He said, it's all just amazing. Mind-blowing, practically. You know, it's an analogy of Russian expression. He said that he was at the opening ceremony, and everyone said that the future transport must be clean and clean. It must be economical. In short, all the things that Skyway already is. And there are more 2700 participants who sell their transport, but only our transport answers all the demands of the future. Rod, what do you think is waiting for us in the coming days? And what is your function here? I think, whereas some of the exhibits are selling their product and want people to buy their tram or their train, here it's about letting potential investors know this is coming. And I think Skyway has a great story to tell. I've been talking here to people who are interested in the potential of Skyway for their country, and in attracting investors to it. And I think that's the main benefit of this exhibit. It looks real. It's happening. And people who are excited by that will put money on the table to help us make it happen. Thank you. Rod says that we are different from many other exponents here. I think that they are trying to sell what they have already. Actually, this is the transport of yesterday's day. We also attract investors to make the future transport. Rod has already talked about with a large number of interested people, who are really impressed that we have come from words to the truth, and that everything we have promised was true. Rod, thank you very much for your interview. And it was just the first one. And I think in the days to come we'll have more and more news, and good news, hopefully, from you. Thank you. Thank you, Michael. Always good to talk to you. And he said, that it's always nice to talk to you. But in other words, I don't want to. Subscribe to our channel on YouTube. Subscribe to our channel on YouTube. Subscribe to our channel on the official website of the group of SkyWay on the site of rsv.fistism.com and support our channel. And no one will ever tell you, that you are a person who thinks, and that you should think, that you should think in the beginning, that you should just be ashamed of the future. It's time for SkyWay! Save the planet! Thank you! По сути настало время, когда по большому счету ни вам, ни сотрудникам нашего, скажем так, научного предприятия не надо ни перед кем оправдываться и что-то доказывать. Потому что два года назад, например, когда мы, скажем, начинали активно работать в компании, активно привлекать инвестиции и прочее, нам приходилось не просто брызгать ценой, но говорить о том, что, друзья, смотрите, скоро это будет, мы скоро вам что-то покажем, вот сейчас вам осталось только поверить, дайте нам немного времени, мы вам что-то покажем. Вот сейчас как раз таки пришло время демонстрировать то, что было сделано за это время. То есть огромное количество специалистов и в области транспорта, в том числе, на Берлинском форуме воочию увидели, что как бы ЮНИКИ, которого, возможно, кто-то знает, вот свое заявление, что у меня это есть и так далее, перешел в дело и показал реально то, что то, о чем он говорит уже на протяжении нескольких десятков лет, то, что оно реально существует. Для кого-то это, может быть, стало неприятным, а может приятным сюрпризом, потому что, вы знаете, всегда, когда ты в сопер лежал, у тебя есть последователи, кто тебя поддерживает, и то большое количество людей, которые сомневаются, тыкают тебе в спину и говорят, что у тебя ничего не получится. Я думаю, каждый из вас пробовал что-то рассказать своим людям, привлечь их куда бы то ни было, рассказывать какие-то перспективы и в большинстве своем процентов 90, а может быть, больше говорили вам, что ты говоришь какой-то бред, чушь, и отстанет меня, ничего не хочу. Причем не важно, что вы людям предлагаете. То есть мы обычно с чистой душой, с чистой совестью людям предлагаем то хорошее, что в основном у нас в жизни. Огромное количество людей нам не верят. Мы сейчас перешли в тот рубеж, когда нам, в принципе, не нужно по большому счету вера в 100% людей. Когда ты говоришь о сибиряков, нам достаточно 1%, а может даже меньше. И сегодня мы говорим вот о чем. Помимо того, что технология уже вышла на демонстрацию, на мировые площадки, Берлин, Евросоюз, огромный транспортный форум и так далее, у каждого из вас есть возможность принять участие в нашем проекте, стать частью этого проекта, крупного инновационного, инвестиционного, приложить свои физические, моральные, духовные, финансовые усилия в этот процесс реализации технологий, в недалеком уже будущем по всему миру, да, и получить от этого серьезный доход. Благодаря взаимодействию с компанией SkyWayTapes, у которого, как здесь написано, была зарегистрирована в Великобритании в конце 2014 года, в 2015 году начала свою деятельность, является официальным партнером группы компании SkyWay и задача наша это привлекать инвестиции в цели финансирования тех этапов работы, а их 15 на сегодняшний день, да, мы сегодня находимся в конце седьмого этапа развития, вот, и финансирование строительства технопарка, где будет продемонстрирована все три транспортные системы, грузовая, городская и высокоскоростная в 2017 году. То есть мы двигаемся в этом направлении, как говорит генеральный конструктор, да, финансирования, конечно, хотелось бы больше, но мы не выбиваемся из графика, который был продуман. То есть было, скажем так, предположение «лучший и худший вариант», то есть мы не на худшем варианте, мы двигаемся в нужном выбранном направлении, и по большому счету компания SkyWay Крепит вот сегодня каждому из вас создает и благоприятные условия для инвестирования, то есть полностью дает всю информацию, что можно сделать, как это можно проделать, какие выгодные условия. У нас есть поддержка специалистов отдела информационной поддержки в Москве, у каждого из вас, если вы захотите узнать какую-то информацию, вы можете дозвониться к нам прямо со страниц сайта нашего, да, либо из личного кабинета, задать вопросы специалистам либо технической поддержки, там тоже есть такая возможность, либо менеджер отдела информационной поддержки. И если надо, вам будут периодически звонить, если человек, который скажет «да, я хочу это делать», рассказывать новости и так далее. Помимо расстройки, которые у нас есть, то есть у нас есть целый ряд инструментов, которые держат наших инвесторов, держат, скажем так, наших партнеров, которые стали со владельцами любого, неважно, большой у вас пакет далее компании, маленький, вы по отношению к нам инвесторы, соответственно, информация, которая у нас появляется новая, о развитии технологий, о развитии всего проекта группы компании SkyWay, о работе компании SkyWay в частности и о том, что происходит, скажем так, с вашей даже структурой, если вы еще для себя приняли решение зарабатывать деньги сегодня, не дожидаясь выхода группы компании SkyWay на мировой транспортный рынок и на мировой рынок инвестор. Благодаря чему? Благодаря информационной деятельности, благодаря партнерской программе, которые у нас есть. Сейчас я буквально кратко совсем пройдусь по пакетам, потому что предполагаю, что большинство, что у нас сегодня есть, они это уже видели в своих личных кабинетах. Новичков, как я понимаю, у нас сегодня нет вообще на данном вебинаре. Итак, вот эти пакеты, которые вы видите, они могут действовать, может быть, оставшееся какое-то количество дней, может быть, пару недель. Потому что я говорю, что мы заканчиваем подходить к окончанию 7-го этапа. После мероприятия на транс высока вероятность, что будем двигаться в дальнейшем направлении, будем переходить на новый этап развития, будет меняться уровень доходности. Уровень доходности – это то, что вы видите здесь в этом контексте. Сегодня, как я говорю, условия выгодные от 36-ти раз до 350-ти раз могут возрастать в вашем веке. Минимальная инвестиция – 15 долларов, что, соответственно, позволяет стать владельцами пакета долей компании в количестве 540 стук абсолютно любому человеку, и студенту, и пенсионеру. Это люди из тех специальных слоев, которые сегодня на нем не защищены, как мы говорим. И благодаря своей деятельности, благодаря тому, что вы можете помочь нам популяризировать проект струнного транспорта в своем окружении, вы еще можете при этом зарабатывать деньги, становиться, кстати, крупным инвестором в нашу технологию, при этом проинвестировав даже 15 долларов в США всего. Почему так? Потому что вы можете благодаря нашей партнерской программе создавать свой бизнес, вам будут начисляться денежные средства за привлечением инвестиций в наш проект. Эти денежные средства, они, конечно, начисляются у нас сегодня на бонусный счет, с которого вы можете выводить денежные средства, и на акционные, то есть, которые являются сегодня подарком до сих пор еще. Возможно, в ближайшем будущем, может быть, не в ближайшем, может быть, через пару сроки, может, через полгода акционный счет вообще уберут. Потому что Анатолий Дорочевский говорит, что мы не всю жизнь будем дарить людям акции, точнее, дарить деньги на приобретение наших акций. Акционный счет позволяет вам добирать себе, увеличивать свой профиль инвестиций из стандартного списка, который вы здесь увидели. Пожалуйста, накопили, заработали денег вам на чистые, скажем так, денежные средства на ваш акционный счет, и себе на эти деньги можете только докупить себе любую из пакетов. Соответственно, вы можете либо копить до более крупных цен, докопили до 200 долларов, что у вас на акционный счет, и купили 20 тысяч. То есть, мы оформили все эти деньги, которые вам, в принципе, дали. Накопили до 1000, соответственно, 180 тысяч. То есть, таким путем, строя партнерскую структуру, вы можете себе еще и увеличивать количество акций в нашем проекте, при этом, как мы говорим, не тратить же в деньги. То есть, не доставая их из кармана в других проекциях, и не складывая их в бонусные учеты. Далее, у нас сегодня по-прежнему пока остается возможность приобрести пакеты на Транс, потому что не было информации, что он прекратил свою деятельность. А это четыре раза, если по 1000 долларов заплатить, и вторую структуру на Транс, потому что он раньше предполагался на 4 месяца расходить, и не позднее, чем через месяц после покупки первого пакета, нужно купить второй. У вас просто повышенный коэффициент доходных. Дисконт. Здесь, начиная с 235, при покупке первого, и до 300. Есть пакеты, которые стоят от 5 тысяч до 50 тысяч, с возможностью, скажем так, высадить с ловей именно эксклюзивное дерево редкой породы на территории Транс, на парках, что великоличит себя в дереве, который будет стоять, может быть, даже не одну сотню лет. Далее, есть возможность приобретения выгодных пакетов далее компании, не только в бонусные счеты. У нас есть четыре пакета, которые вы можете приобрести, активно развивая партнерскую структуру, и часть денег заработанных вы можете стоять на вот эти пакеты, которые вы видите в сегодняшний день. Не тратить точнее, а инвестировать. Уровень доходности по этим пакетам от 61 до 316. Далее, есть возможность приобретения пакетов далее компании в рассрочку. На данную, скажем так, инвестиционную продукцию группа компаний SkyWay перешла в конце миллиона месяца. И на сегодняшний день, сразу хочу сказать, более 90% всех инвестиций, которые к нам приходят, они приходят от пакетов далее компании, которые люди приобретают в рассрочку. Нашим партнерам выгодно инвестировать небольшие денежные средства ежемесячно, а на выходе получать довольно солидный пакет долей компании. Ну вот, например, 25 долларов ежемесячно, на выходе 26 250. Предполагаемая цена каждой отдельной из этой доли в 2017 году 1 доллар США. То есть сегодня вы получаете 26 250 на руки, а если делаете двойной платеж, у нас есть такой дополнительный бонус, да, в течение этой рассрочки, а рассрочка, скажем так, предполагаю, 10 месяцев по 25 долларов платить, вы еще 9000 сверху получаете, в итоге у вас получается 35250. И на этих пакетах, которые видите справа, все то же самое. То есть дополнительные бонусы тоже есть. Есть пакеты, которые, скажем так, мы в первую очередь ориентируем на людей, проживающих в развитых странах Европы, Центральной Европы, Западной Европы, где люди могут, скажем так, безболезненно приинвестируют ежемесячно от 500 до 5000 долларов. На этих пакетах тоже очень серьезный, высокий дисконт. То есть эти пакеты приобретают выгодно. Далее, есть возможность приобрести пакеты на своих несовершеннолетних детей. Сразу сделаю акцент. Друзья, убедите ему просьбу. У нас уже есть несколько случаев, когда люди, получив информацию от кого-то, либо у вас на презентации, хотя мы всегда говорим, что после каждого пакета, когда вы заходите в свой личный кабинет, есть такая кнопочка «Подробности». И вот прежде, чем сделать инвестицию, нажмите ее и прочитайте о каждом пакете. Вот на этих пакетах сказано, что их оформить можно на детей до 17 лет включительно. Да, это рассрочка. Люди приходят, оформляют, начинают платить. Вот когда они выплатят всю рассрочку по пакету «Малыш» либо «Студент», которые в итоге могут принести от 135 тысяч до 337 тысяч с половиной акций, вам нужно будет оформить анкету заполнить на несовершеннолетнего или на себя. И некоторые умудряются возрасту 60 лет оформить этот пакет на семью. Соответственно, оформить его вы не сможете. Поэтому просьба внимательно делать простые шаги. В личном кабинете нет ничего сложного. Сегодня должен был быть, кстати, вебинар по личному кабинету, но мы проводим презентацию. То есть, вот такие инвестиционные проекты, инвестиционные пакеты есть в компании Skyway Capital, и у каждого из вас есть возможность еще и привлекая инвестиции зарабатывать деньги по партнерской программе. То, что я вам говорил, у нее большое количество преимуществ. В 13 часов в пятницу мы будем говорить на вебинаре о процентах, которые выплачиваются у нас, с какого уровня, на какой квалификации. Более подробно одно могу сказать. В принципе, если вы стали партнером, подписали партнерское соглашение, у вас появляется возможность зарабатывать деньги. Вас никто не будет заставлять этого делать, и у вас никто не будет сидеть на плечах. У нас нет необходимости какой-то ежемесячной активности и подтверждения какой-то квалификации. Это очень удобно по сравнению с другими партнерскими программами. Вы можете, как я уже говорил, проинвестировать в незначительную денежную сумму, 15 долларов, стать крупным акционером, если вы строите партнерскую структуру, вам идут начисления, видите, шестой пункт, на бонусный акционный счет. Бонусный счет вы можете использовать по тем направлениям, которые вы для себя выбрали, для чего вам нужны деньги. Акционы вы можете использовать только на покупку далее компании. На сегодняшний день соотношение выплат на бонусный акционный счет выглядит следующим образом. То есть, если проценты от маркетных планов положены вам идут на бонусный счет, то половина суммы идет на акционы. Когда-то было одинаково, и туда и туда шли деньги как на бонусный, так и на акционы. Возможно, после мероприятия, которое сейчас проходит в Берлине, возможно, после мероприятия, которое пройдет в Белоруссию, я сказал, что мы приглашили на транспортный форум транспортный форум на территории Республики Беларусь с 4 октября будет проходить. Вероятнее всего мы будем принимать на участие. Произойдутые изменения могут сделать так, что на акционный счет будет начисляться не 50 процентов, а по 40, а может быть 30, может быть 25, может еще меньше. Я еще не могу вам сказать, но в принципе время немножко сжалось. Смотрите, у вас сейчас наступил момент, когда вы можете людям, просто тем, которые вам крутили несколько год назад, говорить, что ничего не получишь и так далее, обратиться к ним еще раз. Но не уговаривай сказать, смотри пару роликов, мы на инотрансе, мы на крупной международной стороне. Вот тебе ссылка, вы можете дать на сайт инотрансе, где описание идет, что это за форум, кто в нем принимает участие и так далее. У тебя еще есть время стать инвестором на выгодных условиях. И все. Уговаривать никого не надо, вы можете пригласить то количество людей с одним за собой по нашей партнерской программе, которая за вами пойдет. То есть, никто вас не ограничивает в количестве. И процент инвестиций, которые делают ваша структура, может достигать даже 20% с первого поколения непосредственно в своей работе. И слега 24 уровня от 0,1 до 7%. У нас есть целый ряд инструментов, которые вы можете использовать для работы по партнерской программе. Это и план вознаграждения, который скачивается на компьютер или на свой носитель какой-нибудь, и вы можете делить эту информацию с окружением. Это реферальные сети, которые имеются первым инструментом, позволяющим вам начинать строить свою партнерскую структуру и получать реферальное вознаграждение. Это баннеры для тех людей, которые, как рыба в воде, скажем так, имеют возможность создавать бизнес в интернете, то есть симфобизнесом занимаются, столовые сайты, блоги, свои, скажем так, интернет-страницы в соцсетях, где можно вставлять email-коды. И у нас есть 60 видов баннеров, которым прикреплена ваша реферальная ссылка. Баннер стоит 24 часа в сутки, моргает, меняется, скажем так, внешний вид, привлекает людей, переход, нажатие на этот баннер осуществляет переход людей на наши интернет-ресурсы, и в итоге кто-то может зарегистрироваться, даже вас не знаете из мира интернета, что происходит в принципе каждый день, и он становится вашим партнером. Новости в разделе личного кабинета события, новости также являются инструментом. Вы можете их размещать в своей соцсетях. К инструментам относятся подобные мероприятия, которые сейчас идут, целый ряд вебинаров, которые вы можете, скажем так, найти, кто идет, в какое время, какие сети, какая информация дается на вебинарах. Живые мероприятия, презентации, которые проходят каждую неделю в целом ряде городов и стран. И на сайте единицкого, о котором я говорил в начале, ребятам единицкий.com, дается подробное расписание, где в одном расписании идут и онлайн мероприятия, и оффлайн с указанием точных событий и времени, и темы, и ведущих, кто проводит данные мероприятия. У нас же на сайте личном кабинете вы сможете найти название, время проведения вебинаров, на каком они ведутся языке, фамилии ведущих, и, если это условие мероприятия, телефон, ответственный за проведение данных мероприятий. Ну, и, конечно же, промо-акции, которые периодически появляются в нашей компании, это вот то, что мы говорим, в разделе событий, в расписании вебинаров, в личном кабинете. Там две таблички, одна из них верхняя, это онлайн мероприятия, сейчас она проходит, нижняя, это о мероприятиях в городах и странах, которые проходят в живом формате, когда вы можете приглашать родных друзей и знакомых проживающих в тех городах, в тех регионах, они могут живы и прийти. Кто-то из них может прийти прослушать, если у вас и знакомые иностранцы на родном языке. Польша, Словафия, Венгрия, Германия, Швейцария, Бельгия, Трибалтика, балтийские страны, точнее, Милатия, Литва, все. Молдова, Россия, еще, наверное, целый ряд стран. Греция, Черногория, должно было бы пройти первое мероприятие. У нас уже большой список стран, где есть лидеры региональные, которые проводят мероприятия. В большом количестве городов российских мероприятий проходят данные мероприятия. На данном слайде отображена обращение в техническую поддержку. Как мы начинали, я помню, в марте месяце, мы говорили, что у нас скоро будет иметься возможность 24 часа общаться с специалистами нашей технической поддержки. На протяжении, скажем так, недели мы реализовали достаточно быстро и сегодня огромное количество людей по разным вопросам обращаются к нашим сотрудникам компаний. В принципе, то, что я сказал сегодня, мы уделили больше внимания, наверное, сейчас почему? Потому, что есть сейчас и на трансе. Не знаю, как получилось, потому что, опять, у меня не было цели вас подробно ознакомить с той историей, которая была. Я так понимаю, большинство из вас с этой информацией владеет. вот. И я смотрю, есть вопрос, Алик спрашивает, почему нет рассрочки на пакеты 150 тысяч? Вы знаете, не могу ответить, потому что, скажем так, формат номинал рассрочек пакетов и длительность этих рассрочек, с формированием я этим занимался руководством. Я думаю, что с переходом, с изменением, если будет дисконта после мероприятия, которое сейчас закончится, то изменятся и пакеты, и прочее. Если вы хотите, чтобы у вас количество акций соответствует тем пакетам, который есть сейчас, а после смены дисконта на выходе количество акций будет сокращаться, то есть смысл сделать инвестиции по рассрочке сейчас. Потому что она за вами просто закрепляется, и даже если вы сделаете покупку сегодня, то в течение там оставшихся восьми, девяти, десяти месяцев вы будете выплачивать эту рассрочку. Если вы приведете все рассрочки после смены дисконта, скажем так, в пакетах, и в пакетах тоже выход будет немножко меньше. Вот и все. Такие есть вопросы, коллеги. По сути, информация, которую я хотел донести сегодня, она выглядит таким образом. Еще раз напомню, завтра в Москве будет живая презентация в 19.30. Гостиница Татьяна. Первый этаж. Зал называется Марина. Ждем вас, ждем ваших друзей, знакомых, которых вы можете приобрести. Вы знаете, на сайте компании Skyway Cape я не видел про ток инвесторов, да, это есть на сайте RSO System. Вы можете зайти посмотреть, там, по-моему, первые десятки расписано, какое количество долей они там есть и так далее. Но одно могу сказать, немало. достаточно много. Нужно быть крупным инвестором, чтобы попасть в десятки. там люди владеют миллионы, не так сказать, миллионы медалей компании. По сути, будущие миллионеры. И так, коллеги, если вопросов больше нет, то следите за информацией на наших интернет-ресурсах, когда проходят свои мероприятия. Сегодня, возможно, будет еще попытка, да, потому что днем сибиряков с уходом выходили на свои технологические вебинары, которые они проводили, там, 12 час, где запланировано 19-20. Не могу вам ответить, будут они они делать вечером или нет. Но для того, чтобы понять и попасть на этот вебинар, вы можете потому что по ссылочке будет трансляция, значит, имя не попадет. Потому что у нас разница с Германией в час сейчас, да, то есть, за сколько закрываются выставки, не могу сказать точно. Нам эту информацию не дали. Вот. Но еще сегодня высокая вероятность в Терископе, да, там у Сибирякова или Бабуриева будет опять информация. То есть, следите за информационными ресурсами. У нас за сегодня только на сайте были размещены 4 новости касаемые на транс. Поэтому, я думаю, еще завтра и пару дней будет большое количество новостей. А после форума самого я думаю, еще многие новости просто скажем так облачат тот вид, в котором они должны быть и выложат на наши информационные ресурсы. У меня на этом все. Хочу вам сказать спасибо. Отличного всем вечера и давайте двигаться вниз. Спасибо за внимание.